Доброе утро! Вот так вот она просыпается, лежит, просто лежит рядом. И может это вот так просто лежать, либо улыбаться, смотреть в потолок. И вот лежит, 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 и потом начинает издавать звуки. И уже просыпаюсь я. Я раньше думала, она сразу просыпается со звуками, но в хале, когда я сейчас у родителей была, выяснилось, что нет, родители наблюдали за ней, что я сплю ещё, а она вот просто лежит молча, лежит, лежит, и потом уже начинает разговаривать. Да, булочка, здравствуй, доброе утро, доброе утро. Сегодня пасмурно так. Пришли посылки. Раз, два, три мои. И вот эта огромная, не моя. Моя подружка заказала случайно на мой адрес. Она когда-то мне заказывала посылку из детского магазина, и забыла сменить адрес. И вот пришла опять такая огромная посылка. Но не мне. Но вот эти три мы с вами сейчас распакуем. Только я сначала позавтракаю. На завтрак у меня яичница из двух яиц, бутербродики с икрой и чёрный чай с вот такими вот печеньками. Шоколадные, маленькие, но вкусные. Посмотрела недавно выпуск у Дмитрия Портенгина про икру. Почему же чёрная так стоит дорого? Я была в шоке. Я не знала, как редко несутся, несётся белуга. Раз в 18 лет, вы представляете? Поэтому такие цены на чёрную, я в шоке. Раз в 18 лет, вы представляете? И живут они в естественной среде, но в среднем 300 лет. Или до 300. Интересно, как никогда не знала о таком. Капец темно. На камере не так видно, но в квартире на самом деле... Из-за того, что пасмурно очень темно. Ну что, давайте откроем посылочки. С чего начнём? Начнём с аптеки. Посмотрите, какая огромная коробка ради вот этого вот. Заказала я дезик, которым я пользуюсь давно, которым мажешься и не потеешь несколько недель. Частенько меня спрашивают про него. Я оставлю вам ссылочку внизу. Я каждый раз, когда его заказываю, о нём рассказываю. Потому что меня спрашивают. Суть такая, что вы на небритые подмышки наносите, если вы первый раз пользуетесь, то 3 или 4 дня подряд, на ночь. И потом не потеете месяц-два, не знаю. И наносите его только когда, ну, при необходимости. Там раз чувствуете, стали потеть, можете потом опять один раз на ночь нанести. Но обязательно на небритые, иначе будет очень жечь и часа. После него и так всё время чешется, хочется почесать, поэтому я наношу на ночь, там и стоит на ночь. Засыпаю и не чувствую этого. Дальше посылочка с Амазон. С Амазон вообще посылки доходят так быстро. Я заказала вчера или позавчера, и сегодня уже посылка есть. Просто моментально приходят посылки. Вот, вчера я вам во влоге рассказала, что заказала в шампуне от Матрикс. Так, я заказала серию Брэс Офф. Я надеюсь, я правильно прочитала. Вот такие вот, они синие. Они должны нейтрализовать красный пигмент. Сделано в Испании. В общем, обязательно попробую. Слушайте, мне так интересно. Ой, он прям синий реально. Внутри вам не видно. Вот такого же цвета. Пахнет вкусно. Обязательно попробую, потом вам расскажу, поделюсь. Так, окей. Дальше. Ой, что я заказала. Вы спросите, зачем мне это? Я не знаю. Я заказала костюм сумоиста. Ну, я просто смотрела видео, где в таких надувных костюмах ну, как динозавр или еще что-то бегают по городу. Ну, блин, это так смешно. Вот чисто ради прикола мне хочется попробовать. Вот такой вот костюм. Блин, отсвечивает, да? Вы его надеваете здесь. Так, а тут есть? Подождите. Чем надувать-то? Или надувать феном? Нет. Наверное, в наборе есть или нету? Да, есть, окей. В общем, сзади там дырка. Вы его надеваете, вставляете в эту дырку вот эту вот штуку, включаете, и она запускает туда воздух. И вот так вот вы выглядите. Я не знаю, хочу попробовать, только я это буду делать не одна, надо кого-то позвать, потому что вдруг я потом не смогу сама снять. Это будет очень эпично. Там было много разных костюмах и, типа, в купальнике с юбочкой и, типа, ты на пони сидишь и, типа, ты динозавр. В общем, много разных. Мне показалось вот этот самый прикольный. Никогда не заказывала подобную фигню, но почему-то мне стало интересно. И еще я там кое-что заказала. Тоже прикол такой. Ну, когда придет, покажу. Так, ну, посылочка с Эйчунде. В этот раз я, по-моему, заказала там базовые вещи. пижамы, майки такое. Потому что база нужна всегда. Ну, такие там, они и под какие-то копты, и дома. И надо иногда обновлять, потому что все теряет свежесть. О, отлично! Отличные белые маечки. А то, знаете, есть некоторые очень длинные и узкие, и вообще непонятно, на кого сделанные. А вот это хорошее. Не длинное и очень хорошо тянущиеся. То, что мне нужно. Вот, две штуки в этом наборе были. О, это, а, они, видите, разных материалов. Одна такая. Блин, ну, не видно пересвет. В общем, неважно, все равно все хэбэ. Это тоже тянется отлично. Пижамка. Ой, цвет какой хороший. Вот такой вот цвет. Тауповый, да? Горошек. Крупный горошек. Вот такая вот рубашечка. Класс! Я думаю, будет хорошо. Правда, в таких немножечко прохладно уже сейчас, вот в этом, в этом, потому что они довольно-таки тонкие, а дома у меня, ну, прохладненько, и я плюс пересчачка. Но мне в них просто очень удобно, да? Мне удобно, потому что я кормлю уже грудью, и мне нужно, чтобы вот здесь вот растегивалось. Впереди я растегиваю и кормлю. Логично. Вот, и поэтому одевать какой-то толстый свитер, и потом вот это все поднимать, это неудобно, поэтому заказала себе вот такую вот пижамку, сейчас померю. Также трусишки, обычные трусишки, бразильский, да? Brazilian, Brazilian sleep. Не шортики, не танго, что-то между. У меня в основном все белье трех цветов, это черное, белое и телесного цвета. Ну, есть для особых случаев в других цветах, но на повседневную жизнь я предпочитаю черное, белое и телесное. И также с носками. Цветных носков вы у меня не встретите, у меня только черные, белые и телесные либо серые. Так, окей. Дальше. Обычные базовые вот такие вот кофты. Я в них хожу просто тоже дома. И тут тоже удобно, если, например, под эту пижаму я надену не майку, а что-то подлиннее, чтобы было не так холодно. И будет удобно, потому что большой вырез можно сделать вот так. И не надо поднимать все. Вот. Последняя. Ах, нога, как всегда, замлела. И последняя еще серенькая. Тоже для дома. Вот, вот. Я обожаю вот такие вот обычные маечки. У них очень удобно. Я думаю, что мне все подойдет. Я сейчас померяю. Вот и все. Да. Интересно. И как оно? Да ты мой сладкий пупс. Я бы тебя съела. Давай еще рассказывай. Че сразу кушаешь руки? Соня. Соня. Да. Да ты мне поешь, что ли? Ты уже такая большая. Ты уже такая большая. Тебе три же с три дня три месяца. Представляешь? Три месяца ты уже на этом свете. Ага. Скажи, мам, что ты такое говоришь? Ты так много, скажи, в моем понимании. Только что так болтала, так болтала, пока мама камеру не взяла. Ку-ку. Ты чего? Ты чего отвернулась от матери? Ну? Говори давай. Говори, говорю. Кому говорят, говори, говорю. Да, вот другое дело. Улыбашка. Ай, куда мы бежим? О-о-о-о. Скажи, агу. Агу. Агу, скажи. Агу. Да, молодец. Ау. Ага. Ой, за плетик подержусь, скажи. О-о-о. А-а-а. Угу. А-а-а. 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 Молодец, булочка. А-а-а. Да, да ты мой зайчик. А-а-а. 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 Ты моя малышка, разговорчивая какая. А-а-а. Прям в камеру смотрит. Прям в камеру. Да? А-а-а. 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 Давай я тебе поверну вот так экранчик. Смотри на себя. А-а-а. Видишь себя в экранчик? Видишь себя в экранчик в камеру? Скажи, мам, какая я у тебя красивая. Сама в шоке. Сама в шоке. Смотри, говорит, какое у меня пузо. Пузо вот такое. Ой, мам, это я, что ли? Это я, что ли, такая красавица? Да, сама с собой разоговори. Ой, ты мой зайчик. Скажи, мам, там точно такая же девочка, как я. В этой маленькой черной коробочке. Ты же такая же. Такая же, как я. Меня что, две? Меня что, две, скажи? Всё. Отвернула экранчик. Меня просили показывать, как ты разговариваешь. И не перематывать. Потому что это очень мило, Бука. Потом будешь сама смотреть эти видео. И умиляться. Ну, а что это такое опять? Ну, а что это такое опять, Соня? Это что это такое? Ой, мои ножки. Минь, когда уже придёт нам посылочка эта с 3D? Я хочу эту маленькую ножку запечатлить на века. Вот этот мизинчик, боже. Ой, Сонька, Сонька. Такие уже ножки толстенькие у тебя. Да. Скажи, сама ты толстая мать. А я в меру упитанный малыш. Ой, да, очень интересно. Очень. Ой, божечки. Как же поперхнулась, мам. Поперхнулась. Ушко прижало. Минь. Ммм. 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 Ммм, может столько эмоций на лице. Ммм. 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 Пузырики пускают. Пузырики пускают. На ужин у меня вареный картофан и вот такие вот креветочки. Уже готовые, отваренные, солененькие. Может быть, даже немножко маринованные, не знаю. Очень вкусно. Так, ребят, сейчас хочу попить чай. Смотрите, как же круто работает мой фильтр. У вас здесь есть 4 обозначения. Hot, Tea, Baby and Room. Значит, Room это комнатная температура. Baby это как раз для настолько градусов, сколько нужно разводить смесь. То есть, вам не нужно ждать, пока она остынет. Это чай, по-моему, 85 градусов. И Hot это горячий. Я хочу прям горячий кипяточек. Вот это обозначение обозначает, насколько... То есть, когда полный круг горит, значит, это горячий. Если чуть-чуть горит, значит, там комнатная температура. Видите, даже пар идет. Ну, естественно. Супер удобно, я вам скажу. Вот я сейчас тут стою с ребенком. Да. Мне не нужно набирать в чайник воду. Мне не нужно ждать, пока он скипятится. Потому что пока чайник кипятится, я забываю, что я кипячу воду, занимаюсь другими делами. Потом приходится опять кипятить. В общем, это супер удобная вещь. Тем более, если у вас есть ребенок, вообще бомба. Ну, мне кажется, и так классно. Значит, я налила горячий и немножечко... Так, сейчас, секунду. Все одной рукой. Все одной. В этом тоже плюс. Все, ставлю завариваться чай. И потом оттуда же добавлю воды комнатной температуры. Вода там всегда есть. Она подключена к вашей системе. То есть, вам не надо доливать. Супер удобная вещь. Вот там она у меня стоит, видите, в углу. Она, в смысле, фильтр. Папа мне подключил там в холодной воде. В общем, вам ничего не надо больше делать. Вы просто подставляете кружку, стакан, неважно. И набираете то, что вам нужно. Я перестала покупать воду. Вода классно фильтруется. Потому что до этого, когда у меня там заканчивалась вода в бутылках, я брала с крана воду. Теоретически говорят, воду из-под крана в Берлине пить можно. Но, когда я пила ее из-под крана, во-первых, я чувствовала какой-то немножко вкус металла. С фильтром этого нет. Я, честно говоря, думала, что фильтр просто убирает вот налет, да, когда вы просто кипятите воду из-под крана, нефильтрованную. Тоже немножечко на чай видно этот белый налет. Я думала, что он убирает только это. И для меня это было удивление, что вкус тоже меняется. То есть вот этого металла больше привкуса нет. Я перестала покупать бутылки с водой. Я перестала пользоваться чайником. То есть на все случаи у меня вот эта вещь есть. И также для детей, если кто-то, например, не на грудном скармлении, а на искусственном, то есть кормите с бутылочки, поднесли бутылочку, налили вот этой вот воды под кнопочкой baby, замешали смесь, все, готово. Не надо ничего ждать, пока остынет. В общем, вещь, ну, реально удобная. Так. Чай мой заварился. Пока я с вами болтала. Ти, и оно было бы как раз где-то 85 градусов, как надо заваривать зеленый чай, например, да. Но, блин, я не знаю, по привычке кипяточек наливаю. И потом, когда она заварится, нажимаю еще комнатной температуры, добавляю, потому что кипяток я пить не могу. Я хочу пить сразу. Все. То есть, если вы просто один раз нажали, он вам где-то 150-200 миллилитров выдает. Если же вам нужно всего чуть-чуть долить, то нажали, сколько вам надо, долили и отпустили. Если вы долго нажмете, то вылится гораздо больше воды. И он довольно-таки компактный. Вот здесь, посмотрите, у меня как узко. Он поместился. Супер. И дизайн симпатичный, и компактный, и при этом все функции, которые нужны. Просто, что классно, что вам не надо ничего больше доливать, нигде ничего открывать, менять какие-то фильтры каждый там месяц. Поставили и забыли. Вот. И также, кстати, тут есть функция. Видите, вот этот вот замочек. Это функция от детей. Функция от детей. Как вам такая функция? Сейчас он меня отключен, потому что вот этот вот человечек пока еще не может ничего сделать. Но вообще вы можете ее активировать. Все, долго нажали. Видите, она горит. Теперь я не могу пользоваться кипятком. Я не могу пользоваться чаем. И... А, Бэйби могу, потому что Бэйби не горячая. В общем, я могу наливать комнатную температуру и вот это вот для Бэйби, но горячим я не могу пользоваться. Да, видите? Ничего не происходит. То есть мне нужно разблокировать, и потом можно доливать. Все. Я давно хотела фильтр. Очень им довольна. Вещь реально супер. Да, Соня? Ой, ты тут на Эминемо похожа. Кому интересно, оставлю ссылочку в инфобоксе. Обязательно переходите, посмотрите. У них там есть абсолютно разные. Есть со сменным бачком, есть вот как мой, подключается к системе. Есть побольше. В общем, куча разных вариантов. Ссылочка будет в описании. Кто делает так же. Так же в инфобоксе я оставлю вам промокод, по которому вы можете получить скидочку 200 евро. Так, ну вот эта пижамка. Такой классный цвет. Очень уютненькая. Класс. Мне очень нравится. Такая приятная прям вообще. И как раз мне подошла. Супер. Буду ходить в ней дома. Сразу срезаю бирки везде. Ненавижу бирки и лишние вот такие всякие штуки, как стирать на одежде. Сразу все режу. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так это вот теперь все выглядит. Все сняла. Буду стирать. Наверное, не наверное, а точно в один раз не поместится. В два или в три. Потому что все довольно-таки объемное. Хоть у меня барабан и большой, но все же. Субтитры сделал DimaTorzok Время двенадцать часов. Ой, не могу. Она проснулась и болтает. Обычно она в это время спит, как убитая. Просто проснулась и решила. И лежит, сама с собой болтает. Ну что за ребенок? Брюченок. А я тут себе включила лампу, чтобы сделать маникюр. Потому что посмотрите, что творится. И пью магнезий. Короче, аппаратный маникюр не для меня. Смотрите, я вся в порезах. На этой руке, кстати, меньше. Просто, ну не получается. Я не знаю, сколько еще надо пробовать. Но зато педикюр я сделала вот этими тремя фрезами. Первый этап, второй и третий. Полировка. Полировка просто бомба. Ну вообще все бомба. Но с полировкой, я вам скажу. У меня просто пятки блестят. Вам так не видно. Но я просто трогаю. Они такие гладенькие. У меня прям рука скользит. Очень классные. Просто бомба. Ну я сделала только пяточки, да. Ну в смысле стопы полностью. То есть даже если у меня не получится этим аппаратом делать маникюр, и я вернусь к обрезному, да. Я буду делать просто педикюр. И причем вот этот последний шаг, да, полировочка. Я так понимаю, когда я последний раз была на педикюре в салоне, то она мне делала только вот грубую шлифовку или как-то сказать. Потому что я сейчас делала по видео именно с вот этими фрезами от этой школы биотех, да, где я брала их. И она говорила, что многие мастера третий шаг не выполняют, не полируют. И тогда через какое-то время, там через пару дней или через недельку образуется такая на пяточке, как же она сказала, оборочка или что-то такое. И у меня действительно после салона вот эта вот оборочка образовалась. Сейчас я сделала сама. Посмотрим через пару дней, через неделю, будет это или нет. Но сейчас просто, я не знаю, вот как у Соньки. Пяточки как у Соньки. Так, ну что, я закончила, развесила белье, доделала маникюр. Вот такой вот молочный цвет получился. Мне очень нравится цвет, классный. А то пиай. Буду с вами прощаться. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на мой инстаграм и на мой канал. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok